В Сочи продолжается работа по выявлению людей, работающих нелегально. Только за последнюю неделю, например, были провелены 22 предприятия потребительской сферы. По итогам заключено дополнительно 69 трудовых договоров. Информация о новых работниках направлена в ОВД города. Но по решению антитеррористической комиссии подать сведения нужно на всех сотрудников предприятия, чтобы не допустить попадания в коллективы опасных для общества элементов. Появляются эти люди, которые по большому счету готовятся к чему-то плохому или ужасно плохому. А наша задача таким большим, огромным коллективом этого не допустить. И мы будем надежными помощниками правоохранительных органов и спецслужб в этой работе. Если мы будем к этой работе относиться, будем говорить, просто по-человечески. Глава города требует усилить работу в этом направлении. Это касается в первую очередь системы образования, кто работает с детьми, кто их воспитывает. Преподавательский состав вузов и СУЗов будет приглашен на специальное заседание АТК, где пойдет речь о взаимосвязи со студентами. Опять же, чтобы исключить в их среде вербовку молодежи в Международную террористическую организацию ИГИЛ, запрещенную в России. Поблагодарил глава города тех, кто обеспечивал порядок на международном конкурсе «Новая волна». Активный летний сезон уже завершен, туристов в Сочи меньше, но тема моря еще актуальна. Состояние морской воды соответствует нормативам. А работа по присоединению к городской системе канализации продолжается. Те, кто еще не присоединился к сетям или не установил в частном секторе лосы, будут отключены от водоснабжения. Полную информацию от глав районов и сами начнем перепроверять еще то, что главы районов нам дают. Именно по вопросам водоотведения. Во что бы то ни стало, это нужно сейчас. Я еще раз, сезон самый сильный закончился. Сейчас можно уже понимать, что надо немедленно дожать всех и привести в порядок. Сочи принял в этот сезон беспрецедентное количество отдыхающих. И принимать гостей, конечно же, необходимо исключительно чистым морем, а еще и светом. Подверг критике глава города работу по освещению. Ряда сочинских улиц отметил, что есть нарекания на слабо освещенные подземные переходы, например, в районе морского переулка. Сегодня Анатолий Пахомов решил лично убедиться, где в Сочи вечером особенно темно. Радует, что в бархатный сезон город остается чистым. Это отмечают и туристы. Мусор вывозится круглосуточно на мусоросортировочную площадку. Однако из-за сложности с полигонами на территории края он скапливается. Глава города отправил прямо с планерки своего заместителя Юрия Паламурчука, чтобы он решил на месте острую для курорта проблему. Я сейчас машины буду организовать. Я лично. И сегодня выведем. Еще раз говорю. Везите машины, грузите и везите. Грузите, я сказал. Хорошо? Чтобы машины были гружены. А я дальше договорюсь, куда везти. Услышали меня? Остро прозвучала и тема башенных кранов, которые грозят техногенными последствиями. На территории Центрального, Адлерского и Хосинского районов 39 объектов незавершенного строительства, где стоит такая техника. Многие застройщики обанкротились или по ряду других причин не завершают строительство. И, конечно, краны на этих объектах должны быть разобраны. Глава города взял этот проблемный вопрос под свой личный контроль. И хорошая новость. Город из Дорожного фонда получил 210 миллионов рублей. Все эти средства пойдут на ремонт сочинских дорог. Помимо этого, из местного бюджета выделено на эти цели 25 миллионов рублей.